Пенинские рыбаки занялись своим любимым делом – рисковать жизнью. О новом сезоне зимней рыбной ловли именно так сегодня отзываются в МЧС. Один смертельный случай в декабре уже есть. О тех, кому отдыхать душой важнее смерти. Дарья Шметкова. У Игоря Полякова с утра уже десяток полосатых окуней. Зимняя рыбалка, признается, все равно, что зарядка на свежем воздухе. Не ради богатого улова, а для души. Да я живу здесь, поэтому и сюда вот здесь рыбачу. Ну не страшно вам, что провалить. Сейчас лед крепкий. Рыбак со стажем в своей безопасности абсолютно уверен. Хотя истории про несчастные случаи с товарищами у него больше, чем рыбы в здешней речке. Вон на Баргойке лед замерз только по краю. Мы сидим вот тут, ну группа сидит, вот один рвется на ту сторону. Я говорю, ну ты посмотри, лед ток, замерз, видишь. Раз отговорили, два отговорили. Ловим, орет с той стороны. Ну и что, один пошел, двух провалился. Беспечность, азарт, излишняя самоуверенность толкают рыбаков на скользкий путь. Владельцы стареньких удочек и модных спиннингов тянут из луны к рыбу, а их самих из-подо льда вытаскивают сотрудники МЧС. Профилактические беседы не помогают. Ежегодно в период ледостава на водоемах гибнут по 5-6 человек. Печальная статистика этого года уже открыта. Первая жертва прогулок по тонкому льду 50-летний мужчина. Он погиб в селе Яндашевка Нижнеломовского района, пытаясь перейти реку и таким образом сократить путь. Рыболовам, а также любителям пеших прогулок по льду настоятельно советуют не выходить на водоемы без спасательных жилетов и тросов. И ни в коем случае не рыбачить в одиночку. Самостоятельно человеку из полыньи выбраться практически невозможно. Серьезные опасения у сотрудников МЧС вызывает и ситуация с понтонным мостом в районе острова Пески. Его демонтировали, но жители по привычке продолжают переходить на противоположный берег по льду. Спасатели подготовили письмо на имя мэра с требованием принять срочные меры, либо вернуть мост на прежнее место, либо установить запрещающие таблички.